Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что я продолжаю на уровне сложности божество за Арабию проходить Seedmers Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка есть в описании и в перекрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им за поддержку. Вышел в Средневековье. Опять нормальный век. Религию надо как-то разносить. Ну, в этот раз я уже возьму исход евангелистов все-таки. Тут явно нам вниз еще перенес вебку, потому что все равно на миникарте, кроме моего вот этого острова, больше ничего вы не увидите. Так что пока так. Тут хотя бы какие-то цифры, а то я сам не видел, на самом деле, сколько веры у меня. Так, тут янтарек надо обработать. Центр коммерции. Центр коммерции. Каир. Еда производства. Так, уберу залочивание. А, наоборот, я залочил. Так. Так, это убрали. В Медине еда производства. Еда производства. Ну, по культуре у нас пока все зашибись, благодаря чуду. А во всем остальном не очень. Так. Начинаем гавани строить. Тут ускорили... Я так навигацию по звездам открыл. Давайте инженерное дело, судостроение. Все правильно у меня стоит. Потом ученичество. Нет, инженерное дело, судостроение, ученичество. Так, в Алеппо у нас тоже гавань. Мы сначала везде караваны сделаем. Будем кучу бабла зарабатывать на караванах в Кахоке. Ну, и проведем здесь. Правда, к сожалению, вот из этих городов они будут по морю бегать. Я бы хотел, чтобы тут скорее дороги были проведены. И нам нужно покупать поселов. О, уже хватает. Отлично. Значит, этот у нас идет сюда. И следующий посел стоит 580. Копим 580 монет. К сожалению, торговать я ни с кем не могу. Напоминаю... А, это... Финики, видимо, засоюзила. Магодиша. Магодиша засоюзила. Так, юниты с указанным типом повышения к боевой мощи. Ну, я бы... Я бы ближний бой генерирует на 100% больше. Давайте я на 50%. В данном случае это вообще, по-моему, неважно. Дипломатические очки. То есть, я. Будет очень смешно, если я пройду. Ну, в плане 100% конечно. Потому что меня знает только Финикия. Нет. Неизвестный игрок и ближний бой, да. Я, правда, не уверен, что Медина... О! Коммерческий район офигительный появляется. Акведуки можем строить. Но это... Позже я буду смотреть, куда мне там ставить акведуки. Тут сразу начинаем рынок. Тут сразу начинаем рынок. Повторить путь. Давайте-ка мы посмотрим. Ну, и надо из какого-то другого. Хотя, блин... Странно. Почему только Каир показывается, когда очевидно, что... Из всех остальных тоже можно... Ладно, давайте из джиды я отправлю. В Кахоке. Так, здесь. Угу. Видите, я не могу. Но... Тут надо гавань здесь ставить. К сожалению, плюс один всего лишь будет. К сожалению, плюс один. Так, тут я собирался... Фермы. Значит, раз, два. Три. Будет четыре, пять. Ну, в общем, надо сюда везти. Фермы тоже ставить. Вот будет у вас шесть ферм у нас. Так, тут я собирался медь собрать. Да, надо эту клетку передать сначала Каиру. Потому что у нас там Магнус сидит. И, соответственно, мы больше получим денег. И обратно в Алеппо. Так, крабов обработали. Ну, тут надо возвращаться. Не буду я выкупать эти клетки сейчас. Возвращаемся рабочим. Янтарь обработали. Ну, сейчас следующее будет присоединяться. Неизвестно, да? Ну, не знаю. Это шахты, наверное. Ну, вообще, по идее, вот тут у нас акведук ставится. Если тут у нас ставится акведук, то вот здесь, наверное, промышленная зона. Сделается. Будет на плюс четыре, судя по всему. Так что вот здесь шахту я бы не делал. Давайте, наверное, вот здесь сделаю шахту. Потому что тут деньги, культура, все вместе. Тут, конечно, типа больше производства было бы себе шахту. Но я потом поставлю там шахту. Так, у нас пятьдесят стоит миссионер. Так что следующим ходом надо будет покупать миссионера, разносить нашу религию. Ну, буквально вот пару, наверное, Медину и Джиду обратим. Хотя там три, наверное, заряда. Ну, чтобы в центре была религия, дальше она уже сама пройдет. Так, там какой-то кризис без нас решается. Гуманитарная помощь не принята. Люди злые, не хотят помогать. Так, покупаем миссионера. Ну, здесь, наверное, давайте вот тут еще. Да, вот тут надо шахту поставить. Все клетки вокруг чуда надо обработать, это точно. Так, а здесь я, наверное, отправил посила, да? Давайте, наверное, сюда пойду рабочим потихоньку. Блин. Не, ну а давайте сначала тут... Конечно, я тут, видите, планировал кампус, но в любом случае я сначала буду гавань и... маяк строить. Так что пускай там будет сначала... Блин, чё-ка, хоккей... А-а-а, подождите, именно из этого города. Город, владеющий клеткой ипотити, плюс 4. А-а-а... Вот оно чё. Так, а Алеппо владеет? Алеппо не владеет. Так, давайте мы Алеппо дадим вот так, и мы из Алеппо, значит, отправим. Так, я сделаю. Магодишек, кстати, прикольный в том плане, что он позволь... Ну, не грабят... Мои караваны. Мне бы его засоюзить, на самом деле. Я тогда спокойно смогу караваны куда угодно отправлять. Да. Надо бы как-то в планах... про Магодиша подумать. Так, тут делаем фермы. Ну чё, морскую традицию отложим пока. А, ну тут дело в том, что... Ладно, давайте мы исторические хроники так откроем. Губернаторский титул получим. И лян куда-нибудь определим. Блин, а вот... Кстати, прикол в том, что лян мне, наверное, надо будет в этот город... определять. Так что, наверное, рано ещё лян брать. По земле, отлично. Отлично. Так что, прокладываем дороги. Так. Значит, Медину обращаем. Надеюсь, с одного. Отлично. Джиду обращу. И, наверное, этот город. Чтобы вот как раз из центра все вокруг... Сами обращались. Может, больше и не надо миссионеров будет покупать. Так, а вот тут интересная штука. Тут надо как-то разобраться с акведуками. Так, ну дамба ставится здесь, 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 да? Вот на этих четырёх клетках только дамба ставится. Акведук. Какое-нибудь ещё соседства для промышленной зоны я не вижу больше. Тогда, тогда... Наверное, акведук всё-таки сюда. Поставим дамбу сюда. Так, акведук. Тогда здесь у нас промышленная встанет на плюс 5. Соответственно, в Медине кведук сюда ставится. И промышленная сюда. Плюс 6, плюс 5. Кайф. Ещё, кстати, вот в этой... Ага, слушайте, а если в этом городе чуть поближе поставить... Я всё равно могу здесь где-то... Тут не знаю, может, Кахокия захватит клетки. Я к тому, что тут надо как-то решить, где нам ставить тогда... Центр коммерции в Джиде именно. Если здесь, наверное, просто плюс 3 будет. А если здесь... Тоже плюс 3. А если вот сюда священное место плюс 1. Но мне во всех городах нужно священное место, кстати. Иначе я не смогу плюс 10% получить этот бонус арабский. Нил. А тут Рима. Я ещё на Ниле могу поставить... Дамбу. Так, это интересно. Интересно. Блин, ну меня надо, короче, вот тут клетки выкупать у Кахокии. Так. Я просто... Я это делаю. Мне надо понять, где мне священное место ставить. В Джиде и Центр коммерции. Важно, Центр коммерции всё-таки сюда поставлю. Хотя тут будет всё заливаться. Но пока сюда. 16 ходов. Вообще производства в городе нет. Мне тут не были лесопилки открыть. Лесопилки в строительстве. Ну-ка, Ти в Джиде водяная мельница очень в тему будет. Производство, строители... Может уже убрать со строителей. Да, вот сейчас... Вот сейчас время поставить карточку на... На 30% в гаванях и зданий для них. Ну чё, брать ли он, не брать? Ну вот вообще гильдии скоро могут открыться. Давайте, наверное, пока госслужбу. Гильдии три хода. Ускорение, в смысле. Так что я бы кого-нибудь прокачал лучше. Два действия для строителей. Фермы плюс 1 к пище. Ну, наверное, пока не меняем всё-таки. Рейна, начальник порта. Блин, ну у меня всех эти порты... Вообще плюс 1. Тут вот плюс 3, но это когда всё вместе построится. Тут, если только будет какой-то порт более-менее. Наверное, давайте пингалу прокачаем на ценителя. Много культуры всё равно не бывает. Ведь я обхожу вулкан, чтобы меня не это... Не испепелило. Слушайте, а это срабатывает только си миссионерами обрабатывать? Обращён... Просто обращённым вами религию. Да, значит, просто будет плюс 2 со всех обращённый должен выйти, я думаю, в золотой век уже в этот раз. Петра. 55-й ход. Ну, медленно, конечно. О, больше торговых путей. Отлично. Так, в Каире... Наверное, сразу торговца. Мы отсюда его и отправим. Потому что это самые дорогие. А потом уже из других городов, когда появятся... Так, тут мы город идём ставить... А этим парнем... Я, наверное, вот сюда на пшеницу пойду, куплю эту клетку. М-м-м, джида... Наверное, надо Багдад обратить как самый большой из оставшихся городов. И дальше они уже сами должны. Наверное, пойду оленей этих обработаю. Куплю там клетку. Просто прямой наводкой в гильдии. Это лян мы. А, подожди, так я ж ещё... Чё мне лян, если я ещё не иду туда город ставить? Мне ещё надо город купить. Не, не буду я клетки покупать. Мы деньги купим на поселенца. 580. Ольга, он чё-то так много чудес строит. А мне то ещё тут в ученичество надо. Может, всё-таки строительство раньше открыть? Ну, рудник вообще, рудник производства надо, да. Давайте ученичество, строительство. Так, водяную мельницу. Давайте мы в Каире водяную мельницу после... А, я не... Подожди, я не открыл водяную мельницу. А, он не на реке, а чёрт. Вот эта река постоянно путает. Ну, значит, в джиде... Ну, в джиде, наверное, долго будет. 10. Блин, вот тут я бы всё-таки купил водяную мельницу. Потому что нужно и лесопилки. Тут хотя бы производство мы сделаем хоть какое-то. Ладно, потрачу. Ускорили строительство. Конечно, чуть позже, получается, у нас будет город. Ну, что поделать. Так, тут с амбара начинаем. А, блин, и клетку надо купить. Тут надо купить клетку. Там-то эти олени не так важны. А вот эту клетку важно, чтобы она кахойке не досталась. Так. Остальные города должны как-то сами. Хочется верить. Есть. Есть гавань, строим маяк. Есть гавань, строим маяк. Блин, тут ещё надо, конечно, покупать клетки, чтобы священное место в Медине строить. Я так никогда не накоплю. Так, рудник производства. Промышленные зоны мы пока не строим. Довольство. Наверное, не меняем ничего. Это надо, это надо, это надо. Так, из Каира в Кахоке. Сразу следующий, следующего торговца. Видите, как медленно Каир растёт. Всего пять жителей. Всего пять жителей. Хотя я специально Магнуса прокачал, чтобы меньше жителей. Ну, то есть, это просто медленный рост. Это отсутствие еды нормальной. Так, ладно. Тут у нас акведук получается только здесь. Ну, надо пометить, наверное, что тут у нас акведук. Здесь тогда промышленная зона будет. Не знаю. Так, отсюда можно уходить дуболомом. Даже не знаю, что мне обрабатывать, чтобы в Каире хоть как-то еда появилась. Видите, я ищу клетки. Тут мне надо будет кампус. Ну, кстати, давайте, может, здесь пока... Нормальная идея. Давайте я здесь поставлю пока ферму временно. Потом просто на неё кампус бахну. То есть, я кампус-то не скоро ещё буду там строить. Так, тут мы ждём открытия лесопилки. Лесопилки. А, ну тут ещё семь жителей требуется. Так, тут тогда амбар. Тут надо, чтобы город рос. Амбар. Кстати, а мы в Каире амбар поставили. А, у нас в Каире амбара нету. Так, подожди. Подождите. Тут сначала амбар. Там сначала амбар. Не, наверное, ничего не меняем. Феодализм открыли. Гильдии. Ну, то есть, с гильдиями пока не спешим. Нам некуда лян сажать. Да, это к думьяту. Джиды и так тут дофига еды. Фига, блин. Слушайте, и Колизей уже построили. Ой, я там явно по техам отстаю. Не, слушайте, даже ещё... Даже не предпоследний ещё. Ладно. Потому что надо было Вавилон поставить. Уже столько надоело каждый раз это всё ставить. Эти все Кореи, Вавилоны. Одно и то же каждый раз. Просто, ну, мы открыли феодализм. Соответственно, тут мы больше еды будем сейчас получать в Каире. И тут надо залочить вот эти три клетки. Чтоб столица росла хоть как-нибудь. Так, ну, в общем-то, контролируем пока ситуацию. Водяная мельница, четыре торговых пути. Всё норм. Так, господи, каждый ход. Таракотовая армия. Магадиша перестал быть союзником Финикии. Я хочу по счёту посмотреть. Да и по счёту не последний. Просто по технологиям можно глянуть. 54 цивиков, 56 технологий. А у меня... 48 цивиков, 36. Ну, не так уж сильно отстаю. Даже, вот, можно сказать... Я бы, наверное, вот тут стоял, просто контролировал. Тут у меня проплывка контролируется и тут. Есть маяк. Вот вопрос, тут священное место лучше или кампус? Священное место... Так, акведук? Ага, здесь акведук ставится. То есть, вот сюда, в любом случае, у нас промышленная зона неплохая встанет. Правда, сейчас плюс один. А ещё она может сюда встать. Блин, ну в Багдаде, кстати, нужен акведук. Ну, блин, ради этого овец вырубать? Ну, придётся. Придётся. Тогда давайте начнём всё-таки со священного места. Давайте, отмечаю сюда акведук. Потому что он изначально просто без... Ой, что я отметил? Промышленная зона, а акведук здесь. И здесь у нас кампус. В будущем. Надо будет овец убирать. Куда Кахойки одевает свой юнит? Я не понимаю. У него уже две всего... Она ни с кем не воюет. Ни с кем не воюет. И осталось всего два латника. Не понимаю вообще. Она куда-то плавает ими, да не видно вроде. Чё-то непонятное. Так, средневековые ярмарки пока откладываем. Пока наёмников пооткрываем. У нас бегают из Каира и из Алеппо. Из всех остальных будет меньше денег. Несомненно. Давайте, наверное, из Багдада. Я перебрасываю. Из Багдада отправлю. Тут стоим, ждём посела. Тут стоим, контролируем проплывы. В Каире продолжаем торговцев строить. В Джиде всё заполнено. Жильель. Люди ютятся в маленьких лачугах. Жить негде. Так, у нас там до следующей... Десять ходов. Да ёперный бабай. Что ж так быстро? Ну, кстати, Мекка уже сама обратилась. Так что я думаю, что Сана, Думьят и этот город тоже обратятся. Так, тут маяк есть. Амбар. Амбар не для жилья, а для еды. Две еды. Тоже, видите, город без еды вообще. Ну, хотя можно вот так сделать. Какие-то тут клетки на воде будут обрабатываться. Ладно. Строительство открыто. Математику давайте. Все морские юниты плюс один к перемещению. Там дальше подумаем. Так, я так понимаю, что через два хода можно будет купить поселенца. Я даже, знаете, наверное, его в джиде куплю. Потому что в джиде дофига еды. Она не растет. Я просто быстрее город поставлю. Вот, как раз джид еще и голодает. К тому же, видите. Блин. Может, пока не на деньги тогда. Вот две еды, три производства. Круто же. Нормально. Неплохо. Неплохо. Как, тут амбар готов. Еще два жителя. Ну, давайте, наверное, тут торгов... Хотя, тут я тоже ничего, кроме торговцев, мне нечего строить. Храмы. Опять ходов до семи жителей. А, ну я тут смогу акведук тогда построить. В принципе, и в Медине могу акведук строить. Давайте, наверное, акведук в Медине. Там пока торговцев будем. Кажется, надо из джиды будет в Медину отправить караван. Ну, точно, Кахоке спускает на воду, и тут, наверное, варвары убивают. Кстати, в Магадиш могу отправлять. Но там, блин, девять надо сюзеренов, чтобы... Ладно, пока не буду. Ну, потому что в любой момент финикей перекупает, и... Зря послов отправили только, получается. Так, тут торговца. И после торговца акведук. Ну, вот можно военную инженерию, наверное, потихоньку. Блин, мне еще лучников надо построить. Слушайте, построив все маяки гавани, можно будет поставить карточку на... Лучников. Блин, у меня больше... А, нет, вон там есть и двадцать семь. Не, подожди. Плюс пять. Да, есть там побольше. Кто наяривает в этих... Во флотоводцев. Так, из джиды в Медину. Средневековые ярмарки открыли. Бонус соседства театральной. Два жилья с тремя специализированными. Наверное, пока ничего не меняем. Так, могу купить, наконец, посел. Давайте я уже лян тогда возьму. Посадим туда. Просто сейчас никуда не назначаю. Так, и здесь... Из Багдада. Из джиды. Так, давайте, наверное... Давайте, наверное, из Мекки. Вообще, Мекка какая-то слабенькая. Пора гильдии открывать. Как раз можно будет лян на аквакультуру, наверное. Или... Или нет, лучше еще одного. Тут рано лян на аквакультуру. Маленький город будет. Да что вы так в эти чудеса-то упороть? Форосский маяк. Сколько ходов? Шесть. Да неужели я опять в Золотой век не выйду? Так, давайте смотреть. Мне на... Мне... Я могу еще обратить... Ну, Сана обращена. То есть, я за это получил, да? Что-то тут не пишет, кстати, вот за это. Ну, я, судя по всему, получил. То есть, у меня осталось два города. Вот этот и новый. То есть, четыре очка. Правильно я получу? Пятьдесят. Где шесть еще очков взять? Одно очко, предположим, апну мечника. Еще одно очко всадника могу сделать. Еще четыре очка где брать? Это вообще, ну... Так, какое-нибудь чудо быстро можно построить, но это очень вряд ли нет. Нельзя. Это, конечно, прикол. Ну, я вообще без понятия. Вот сейчас, где мне взять четыре еще очка? Так, Олеппа растет. Тут мы откладываем один ход до района. Я отложу и буду этот строить священочку. Так, а тут у нас центр коммерции, рынок. Так, из Мекки в Медину у нас. Все бегает. Все караваны. В сане мы амбар построили. Так, вот тут надо решать с районами. Ну, я, наверное, с центра коммерции таки начну. Но тут надо покумекать. Слушайте, а тут еще один можно поставить, между прочим. Вот тут-то можно дамбу на Иордане поставить. Так, зашибись. Акведук у нас где ставится? Слушайте, а Петру кто-то построил, да? Да, Петра открыта. Но в сане, видите, я ее построить не могу. Потому что Петра уже кто-то построил, к сожалению. Поэтому я думаю, что нам... Имеет смысл занимать пустынные клетки. А это значит, что Акведук у нас будет здесь. А промышленная зона тогда здесь. Остальное пока подумаем. А, что тут думать? Мне надо центр коммерции сейчас ставить. Блин. Очень жалко занимать холмы, честно говоря. Ну, тут абсолютно без разницы где. То есть вот тут самая... Как бы это самая плохая клетка. Поэтому я под Акведук занимаю. Черт. Тут, конечно, было бы... Ну, тут промышленная зона вообще была бы... Давайте поставлю. Плюс 5 тоже. Плюс 5. Просто думал, она может как-то эту промышленную зону бафнет. Но нет. Хорошо. А если, предположим, мы сюда промышленную зону... Нет. Коммерческий центр коммерции. А вот сюда... Священное место. Плюс 2. Мало. Ну, ради этого не стоит, мне кажется, пшеницу убирать. И она соседняя не бафнет. Или нет, бафает. Вот это плюс 7 должна быть тогда. Да, плюс 7 становится. Но пшеница... Ради этого убирать пшеницу... Жалко. А, ну, наверное, все-таки центр коммерции сюда. В любом случае. Там дальше посмотрим, как пойдет. О, священочка здесь готова. Получаем 4 производства. Ну, пошли, святилища, храм. И нам надо укреплять религию. А, кстати, за укрепление религии я могу получить... Во! Кстати... Сколько... А, я, кстати, наверное, прямо сейчас даже могу это сделать. А, не могу. Мне нужен храм. Мне нужен храм. Давайте в Каире мы сначала храм построим. Во! Вот это и есть тема. Окей. В Алеппо амбар. А, тут я откладываю. С еще ходом я смогу район строить. Так, во всех остальных все построено. Да, господи, Анкар Ват. А они там реально угорели по чудесам. 954 силы у Финики. Прикиньте, она сейчас ко мне приплывет. А у нее явно эта сила... О, Китай. Да, ну... Не. Небольшая честь с тобой познакомиться. Я вас всех ненавижу. Внезапную войну. А, Магадиша там Волин еще есть. Интересно, а Китай с Финикией как? В союзе. О, тогда все понятно. Все логично тогда. Так, ну тоже священочку. Я не верю, что я тут театралку хочу. Возможно, здесь у нас будет промышленная зона. Не знаю, я подумаю. Алеппо вообще такой не самый крутой город. Но они сюда не кидают, вроде послов. Еще раз проверим. Да, не кидают. Так, ну вот, теперь я полностью заселил остров, как я хотел. Наверное, где-то еще можно поставить. Да, вот здесь можно. Ну, понятно, что нам никто город не будет ставить. А, и давайте посмотрим, как у нас по затоплению. Вот тут, вот эти клетки затапливаются мне пофигу. Вот эти жалко будет, но только третьей волной. Ну и вот это, например, не очень жалко первой. Вот тут у нас пустыня, по-моему, да? Да. То есть вот эти клетки, если только у меня тут районы будут стоять. Но, в принципе, я даже могу не бояться затопления особо. Так, тут плывут китайские эти. Давайте немножко отойдем в сторону. Надеюсь, там с ними будет трирема разбираться. Светилища в Багдаде. Храм. Маяк в Думьяте. Так, ну... Я думаю, что я могу тратить деньги на покупку караванов, в принципе. Я бы, наверное, из Дамаска его отправил. Давайте подумаем, я точно... Ну да, мне вера нужна на апостолов. Так что, давайте, торговца. Так, что мы в Думьяте будем строить? Тут мы гавани построим. Вообще, я могу, как видите, бахать кампус. Акведук тут негде ставить. Промышленная зона. Так, вообще там священное место. Ну, тут вообще, по-моему, нету соседства. Кстати, вот плюс один. Блин. Но мне во всех городах нужны священные места. А, ну тут давайте пока пропустим. Строители сделаем. Лян назначаем в Дамаск. Ну, все-таки с монумента сначала, потом гавань. И вот эта клетка, конечно, очень бы хотелось в Джиде иметь еще. А, слушайте, а что я не строил эти Курганы, Кахуки? Бонус соседства для промышленной центра коммерции. Так, Селитра. Ну, у меня нету пока промышленной зоны, поэтому нету смысла это ставить. Ну, и для центра коммерции только себе в Золотой Век выйду. Правильно? Лян прокачивать на аквакультуру тоже рано. Наверное, Мокшу давайте в Баг... В Багдад или в Сану? Пять из десяти. Наверное, в Сану тут что-то поменьше жилья. Ну, и он будет влиять религией. К тому же, там плюс сто процентов. Так, Селитра. Эту клеточку надо купить. Блин, ну вот фига ты сюда прешься. Ладно, я буду отступать. Ну, потому что у меня раненые просто... Раненые юниты, поэтому... Не хочу. Я там как минимум две галеры видел. Так что зачем мне пастбище плюс одну пищу? Ну, давайте. Так. Храм. Храм построен. Сколько ходов остается еще? Три. Ну, у меня только Дамаск, да, не обращен, получается? Я думаю, что он сейчас вырастет и обратится просто изи. Так что можно миссионеров не использовать. Да, четыре хода написано. На самом деле, возможно, даже в следующем ходе. Четыре хода, если он одним жителем останется. Так, поэтому покупаем апостола первого. Блин, я, кажется, не смогу до конца укрепить. Маловато веры. Так, кто-то к веду готов. Ну, наверное, водяную мельницу, чтобы больше еды с пшеницей было. Давайте так. В гильдиях пока ничего не берем, не ставим. Идтилим нефтеократию. Я юниты не буду покупать. Если бы это влияло на морские, тогда бы да. А так наземные я вряд ли буду покупать. Поэтому получать скидку за веру... Ну, то есть, миссионеров я тоже не буду развозить. Дополнительная вера от зданий в священных местах. Вот это можно, конечно, подумать. Так бы я, конечно, в торговую республику. Вот тут восемь наземных боевых юнитов надо. Ладно, давайте сначала монархию откроем. В любом случае. Это тоже очки эпохи. То есть, три хода. Божественное право четыре, но второй храм. То есть, я за два хода божественное право должен открыть. Принимаю монархию. Так. Апы этого придурка... Ну, мне надо... Слушайте, мне надо всадника, наверное, еще. Хотя бы один ход подстроить. Но я пока не понимаю, хватает мне очков или нет, честно говоря. Так, вроде, прикидывая, вроде как хватает. Кстати, к Ахоки еще не обратил. Блин, Дамаск не обратился. Ах ты, тварь. Ну, следующим ходом обратиться, я думаю. Почему ноль-то? Ах ты, сволочь. Так, я хочу посмотреть за укрепление религии. Будет ли... Будет ли... Походу, что нет. Так, ну давайте какое-нибудь возьмем здание. Синагога. Мечеть. Я бы синагогу просто брал. Просто плюс 5 веры и все. Так, давайте купим ее. 15 она стоит. Не 10, а 15. И это дает в Каире плюс 10% видите к религии, к культуре и к деньгам. Вообще никак не влияет пока на эпохи. Черт. Больше торговых путей. Так, из Багдада отправлено, из Каира отправлено, из Медины. Из Медины никуда не бегает. Кстати, а из Медины-то стоит отправить. Что-то тут еды мало. О, давайте здесь торговца. В Каир, наверное, отправлю. Плюс сколько нам надо денег на АП? 125. Но это будет следующим ходом. Осталось два хода. То есть, всадники пускай... Блин, ну я не успеваю. Что-то я... 7 очков, да? Всадник и мечник. Это значит 5 очков останется. Приму... Приму... Это вообще... Вот, эра-трекер. Примем... Сколько стоит принять... Сколько стоит принять... Что-то будет заходить в последний город? Нет. Построить уникальное здание. Я не Медресе... А, подожди, Мамлюкаш я открываю. Фак, я не успеваю. Чуть-чуть. Блин. Так, ну Мамлюк уже в следующем. Ладно. Мамлюк в следующем. Колония на Марсе. Нет, нет. Первая религия в мире. Нет. А, получившая все верования. Ну вот, если бы я это сделал, 4 получил бы. Правда, я не первый... Это вряд ли первая была бы. Нет, была бы первая, между прочим. Но я ни на что веру не тратил. Я никак не мог быстрее апостола получить. Получить. 145. 30, даже 66. Ну и никак. 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 Ладно. Идем дальше. Великого человека привлекала ваша вера. То есть, я могу кого-нибудь... Черт, никакого великого человека даже не могу получить. Ну может, мне тогда смысл всадник это строить? Великолепный... Великолепный район, где я тебя могу построить? Тоже нет. Ну, точнее, я могу построить в будущем, но не сейчас. Ладно, давайте просто синагоги тогда покупать. Не будем. Походу, опять нормальный век. Тогда тут отменяем всадника. Давайте акведук. Да. Так, а я где-то... Я хотел... Я хотел купить или купил? Торговца, походу, купил где-то. А, да, в Медине купил. В Джиде могу район строить. Тут будет плюс 6, только когда я вот это все построю. Эм... Эм... Дамба. Пять ходов. Чудо света антиби. Ну, короче, пошли в дамбу, видимо. Давайте сразу в дамбу. Пошли, я там не смогу ускорить. Никак. Так, тут из районов тогда пока тоже. Или, или начать промышленность. Блин, ну, она вообще сейчас мне не даст производство никакого. Мне кажется, ее бессмысленно немножко. Я буду даже акведук скорее лучше построил. Или амбар построить. Давайте амбар пока. Блин, жалко. Опять, я где-то тормознул явно. Где-то, где-то затормозил и не сделал то, что я... Я мог в нормальный век спокойно выйти. То есть, если бы чуть раньше начал что-то вот подобное. Хотя, такой-то кризис не про меня. Да, слушайте, еще эти... О, Чака. Передо мной Чака, король Зуцулусов. Давайте-ка без любезности обойдемся. Так, ну, значит, я монархию тоже не принимаю. Потому что, ну... Зачем тратить очки эпохи? Да. Так, Чака. Ненавижу тебя, Чака. Да, конечно, я думаю, что было бы намного суровее, если бы я был на Пангее. И эти ребята вокруг меня были наземными юнитами. Они вот так, как я тут сейчас. Ну, в Каир, наверное, отправлю. Ну, Кахокия плюс семь. Не, надо... Мне надо на еду пока. Мне надо медину до семи вырастить. Так, монархию не принимаем. Маяк в Мекке. Тут речка есть. И тут акведук вполне можно две штуки, да? Ну, наверное, я все-таки сюда промышленную зону бахну. Вот тут надо запомнить, что затопится промышленная зона. Давай акведук. Божественное право. Ну, пошли реформацию. Возможно, совместную церковь можно будет поставить. Я подумал... Может, и теократию приму, кстати. Она... Мне так точно лучше, чем монархия. Раз я сейчас монархию не принимаю, то чё? Чё потом не принять? Так, кого я там... Никого. Ой, это с Волином у меня битва. 82 науки у Зулуса. Надо будет глянуть, как мы в технологическом древе. И... Вышли в Возрождение. А это значит, что продолжение уже в следующей серии. Спонсоры канала могут её прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Всё-таки ничего так получается. С объявлениями войны. Кто-то торговать. Мне даже не хочется, знаете, карту открывать, чтобы не объявлять всем войну. По-хорошему. Я тут такой изоляционист. Я сейчас скорее за Японию, чем... Ну, за Японию времён изоляционизма такого. Ну, прикольно. Прикольно. Ладно. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока.